всем привет с вами камаров виталий на работе на сторож один прибавил подменяет так сказать одно из свободных моих так сказать время чем бы я хотел бы сегодня поговорить с вами и короче никого не хочу осудать ни в коем разе кого не хочу оскорбить не как многие знают что я организовываю сборы своему сыну мы слово ну просто один такую сумму человек поднять не может поэтому вот я и решил обратиться к вам к своим подписчикам своим друзьям это поклассники вконтакте на ю тубе и вот чтобы я хотел сказать начал я вот второй сбор и люди меня спрашивают а мы же ему же помогали мы же уже собирали привет всем конечно спасибо за это спасибо башмаков скому хлебу спасибо главе нашей администрации тамара на полупинной администрации поселковой администрации спасибо отдельная пицца башмакова тоже хорошо могли но ребят понимаете в чем дело вот там где мой сын служит я вот не могу даже назвать количество человек я не знаю из каких они там городов но дело в том что они там все с разных городов то есть моего вот сына с пенинской области остальные там еще с какого-то города другой там еще с какого-то то есть вот так гуманитарку по это одна из этой причине причин они получают очень-очень редко ему очень редко помогает в чем-то то есть то что я первый раз организовал это конечно здорово но понимаете помощи туда нужно постоянно постоянно что-то требуется сейчас вот у нас еще тоже человек работал со мной ушел туда на свой часом на подготовке и то же самое у них взвод сборной солянка каждый из какого-то разного города так что как вот ну я конечно понимаю да и адресные посылки нас отправляют и адресная помощь но понимаете это адресная помощь она идет от родителей от родных а что вот например я могу один чем я помочь могу могу купить носки могу купить трусы ну еще что-то там но извините вещи которые как вот автомобиль него но вроде им сейчас они его не нужно им сейчас нужны колеса на камаз одно колесо то ли 70 то ли 80 тысяч стоит а их нужно то ли 5 то ли 7 вместе с запаской я не знаю какой них команд я еще не уточнял что касается других ребят где будет служить наш земляк и кто там человек немного нужно вот практически лента все нужно начиная от обмундирование тепловизоры нужны потому что я не знаю можно ли говорить или нет в углу уж не скажу им необходимы тепловизоры прибор ночного видения квадрокоптеры это всего лишь одному подразделению ну скажем так состоит она 10-15 человек это подразделение от этих подразделений очень многое зависит на на то что происходит на передовых ребят сказать ну я знаю где они служат на их каких подразделений но говорить я боюсь что может быть это как может повлиять сами считайте сколько им всего этого надо извините как вот ни один сказал а мод квадрокоптер в прошлом году отсылали ребята довольны ребята вот это вот квадрик он там расходный материал а если точнее сказать он расходный материал как у нас здесь зажигалки такая кончился выкинул то же самое и квадрокоптер который 300 400 500 миллионов отпускай стоит он будет вот таким расходником его могут сбить он может попасть под рэп найдут они квадрик от мнения не найдут вообще неизвестно тепловизор и которые тоже туда требуется вот я своему жену заказал тепловизором просто денег не хватало за 44 что ли тысячи по моему вот этот тепловизором практически да может быть так что там где-то может быть выручить но он практически бесполезен хороший тепловизор стоит 200 300 тысяч до несколько миллионов доходит квадрокоптеры что из себя представляет туда квадрокоптеры можно взять квадрокоптерик за 5-6 тысяч за 10 тысяч за 20 тысяч можно взять но устойчивость у них будет минимальная управляемость у них мягко говоря будет не очень еще в таком духе дальность полета тоже будет не очень возможность их переделки тоже слабенькая говорят у нас курибинах много все переделают ребят за так еще что вот у меня до многими говорили они там зарплаты получают могли бы скинцы купить себе такой для меня во всяком случае звучит обидно они там скажем так живут они они там практически ни в чем не нуждаются пожрать есть поспать есть где зачем есть тоже поспать но я вам скажу так чем меньше они заботятся о своем быте тем лучше они служат чем лучше идут дела особенно мелкие такие подразделения скажем так которые не сидят в окопах от них многое зависит это как не сказал один они вот там они там ничего не делают найти эту мужику короче обидно не было то же самое во всех таких маленьких подразделений понимаете вот ребят которые там у нас пензенский полк наш другом не так собирают и отводят им отводят не по одному разу по несколько раз помогает ну а скажем так но в кавычках мои ребят они гуманитарка так не получается так вот сборы я также продолжаю собран всего лишь одна тысяча триста рублей а нужно на колес для камаза им туда понимаете это не только моему сыну это тем ребятам которые один из одного города другой другого города 3 из третьего города они все вот собраны в этой солянке понимаете каждый из них из родителей не может предоставить эти колеса на это на эту вещь нужно собирать деньги деле сумма немаленькая 70 80 тысяч даже если пять колес считаете этого 350 тысяч минимум надо на один комплект колес а мы ничего блага какие-то просили для бани почему их можно взять и дорогое и дешево не знаю когда получится но надо это их не быть их не быть надо упрощать будет это не только носочки трусики штанишки еще такой быт это счет то что их меньше всего отвлекает ребята служили должны прийти и лечь спать отдохнуть как следует извините меня они уже сколько их сколько сколько они уже дома не были когда мой сын пришел в отпуск он заводил спать и спал мы его никто не будили жалко было человек первый раз нормально по-человечески выспался а вы говорите достаточно уже помогали туда нужно лить и лить буквальном смысле тем более вот еще одно подразделение у меня появляется которым нужно все что я перечислил я не знаю может быть какие-то организации не знаю люди каждому по 100 рублей скинуть изменить меня это большая помощь скажем так у нас тут башмаков 15 тысяч человек на семей там побил пабу поменьше будет сколько там 8000 к вы по 100 рублей уже 80 тысяч уже одно колесо есть я конечно никого не заставляю не принуждаю вот такое такое мое видео ребятам нашим там помогать надо особенно тем которые состоят из сборных солянок родители этого носочки пришлют нам нужно туда что-то ссылать конкретно чтобы для их не работы было достаточно для их не убыток было большое большое упрощение этой теплушки всевозможное много всякого так что мой номер телефона везде внизу на протяжении всего этого видео мой номер телефона привязан к сбербанк тинькофф банку почта банку яндекс деньгам короче все банки которые у меня есть все их можно перечислять отчитывать я буду своем телеграм канале тот самый комаров виталий может быть ссылка я где-то комментариях комментариях или в описании где-то оставлю посмотрите найдете а так в общем то все что я хотел сказать не надо читать что мы им помогали хватит сюда много надо на этом все у меня до новых встреч будем что будем считать что все получится все будет хорошо хочу поблагодарить то помог собрать гуманитарную помощь сейчас я озвучу кто помог нам финансово администрация башмаковского района и лично главу администрации по луткин тамара анатольевна главу башмаковской администрации селемнева надежда михайловна волонтера башмакова своих не бросает и лично жильцову галину башмаковский хлеб пицца башмакова жители башмакова и всей россии кто помог нам финансово и хочу лично от себя поблагодарить отца комарова виталия владимировича он организовал сборы